Хей! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю новое видео, которое можно отнести к неадекватным или же абсурдным ситуациям, которые когда-либо происходили не только со мной, но и с вами в такси. Неадекватные водители, пьяные водители, грубые водители, и... Вначале я поделюсь с вами несколькими историями, которые происходили со мной, потому что вы знаете, что я очень часто пользуюсь услугами такси, а также я написала специальный пост у себя на странице ВКонтакте, где попросила вас писать тоже всякие истории, которые можно назвать абсурдными, произошедшие в такси, да. И вы мне написали столько ситуаций, что, господи, я думаю, что об этом нужно снимать отдельное видео, но я отобрала самые жесткие и неадекватные, поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами поболтаем на тему неадекватных водителей, потому что каждый клиент, вызывая когда-либо такси, он надеется на хорошую поездку, на качественную поездку. Таких, естественно, происходит много, но и бывают поездки, где попадаются водители, которые считают, что они ведут себя абсолютно нормально. Хотя со стороны для клиента они выглядят неадекватными, пьяными, может быть, какими-то не до конца вежливыми, грубыми, которые не умеют, может быть, водить машину. И за всю мою историю, а вы прекрасно знаете, что я очень часто передвигаюсь на такси, происходило огромное количество ситуаций, которыми я хочу с вами поделиться. И это не первый ролик, посвященный этой тематике. Я уже снимала несколько видео про таксистов, про такси, и вам они очень понравились, поэтому я снимаю уже, если не ошибаюсь, третью часть, где рассказываю вам подобные истории. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и я уверена, что вы уже заметили этот прекрасный неоновый или же яркий фон. Я очень долго его настраивала, и наконец-то в одном из магазинов я нашла вот эту прекрасную неоновую ленту, которая, кстати, меняет цвета. И я буду менять вот этот неоновый цвет по своему настроению. Например, сейчас он зеленый, я захочу, сделаю его красным, фиолетовым, синим, голубым, желтым. Это супер круто, я захочу, смогу поменять даже цвета, чтобы они по очереди вот так вот мигали. Это супер круто, я давно хотела сделать себе такой необычный фон. Поэтому надеюсь, что вам понравится это видео, поддержите меня лайком, и если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Нажимайте на красную кнопочку ниже и превращайте ее магией. В серую кнопочку с помощью подписки на мой канал не пропускайте премьеры. Чтобы их не пропускать, нужно обязательно нажать на колокольчик, потому что все мои ролики выходят именно премьерами. Сегодня мы пообсуждаем с вами море ситуации с такси, поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, укрывайтесь пледиком. А я вам желаю приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали! Первыми тремя историями, которыми я с вами поделюсь, происходили со мной. И первая, с которой я хочу начать, посвящена, наверное, уставшему водителю. И пишите ваше мнение насчет каждой истории ниже в комментариях, мне будет очень интересно прочитать. А также многими ситуациями я делюсь с вами в своем инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах, потому что не подписавшись, вы пропустите море всего самого интересного. И будете натыкаться на мои фотографии еще не один раз, да, это немного похоже на мою просьбу о подписке. Но ничего страшного. В общем, в моем инстаграме круто, обязательно подписывайся. Там просто куча крутых фоток и интересных историй. Но эту абсурдную ситуацию с уставшим водителем я, пожалуй, начну с того, что я один раз решила доехать до торгового центра Афимол из своего дома. Просто вызвала такси класса комфорт, как бы я всегда передвигаюсь либо на экономии, либо на комфорте. Так вот, на этот раз я взяла такси класса комфорт и встретилась с водителем, который, ну, выглядел как пожилой. Он вот так вот моргал, будто бы он всю ночь не спал, как будто действительно сейчас он вот-вот вырубится. Что, собственно, и произошло. Да, водитель уснул за рулем. И произошло это во время светофора, когда мы стояли на перекрестке и ждали, когда загорится зеленый свет. Я просто понимаю, что все, водитель устал. Он мне за все время не сказал ни здравствуйте, ни как ваше настроение. Играла у него какая-то музыка, знаете, на релаксе, спокойная. Ни слова он мне не сказал. И просто ехал, как будто бы он уже наконец-то хочет довести меня до точки B и вырубиться. Да, что, собственно, и произошло. Кстати, на то время, эта история произошла где-то полгода назад, я очень часто садилась к водителям вперед. То есть, прям рядом с ними. Где они за рулем, там и я рядом сижу. Так вот, мы стоим на перекрестке. Я понимаю, что все, водитель берет вот так вот двумя руками руль. И просто херак головой на вот эту бибибку и просто лежит. Все, он как будто вырубился. Он и так вырубился. Я поворачиваю голову. А я сидела на то время в наушниках. Я понимаю, так, что-то не так. Снимаю наушники. Не понимаю, смотрю на водителя, что он тупо спит, ребят. Он просто вырубился. Я начинаю его вот так вот стучать по спине. Типа, алло, как бы вы меня довезите, пожалуйста, спать будете потом. Я понимаю, да? Была бы эта ситуация прям супер-мега-отвратительная, если бы он во время движения уснул. Но слава богу, как говорится. Во время светофора машина была без движения. И он просто уснул в это время. Я говорю это, соответственно, водителю. Я говорю, если вы устали, я сейчас выйду, закажу другое такси. Только вы мне верните, пожалуйста, деньги. Потому что получается как бы неправильно. И тут он мне начинает оправдываться. Говорит, что, ой, слушайте, я всю ночь не спал. Мне нужно зарабатывать деньги. Я понимаю, что это неправильно. Да, я вас сейчас довезу. Не уходите, пожалуйста. Не пишите ни в коем случае жалобу. Я вас угощу. Хотите водички. Хотите конфетки. Я слушаю это и понимаю, что, ну, может быть, да, водитель устал. Но безопасность, она должна для любого водителя стоять на первом месте. Даже навигатор в Яндекс.Такси постоянно говорит, пожалуйста, пристегивайтесь, даже если вы сидите на заднем сидении. Но я не пристегнулась, но речь не об этом. Ладно, я за это извиняюсь, естественно. Это была моя ошибка. Но то, что водитель уснул, для меня это просто была шоковая ситуация. Кстати, я не знаю, почему я на то время не написала никакую жалобу, не обратила, как бы, серьезное на это внимание. Типа, он очнулся, да, и мы доехали дальше. Но, как бы, сейчас я осознаю, да, ситуацию, которая происходила со мной. Я, как бы, сейчас сижу и понимаю, что я в шоке. Просто, как бы, такого не должно было быть. Водитель тупо вырубился за рулем. И от этого я была просто в шоке. Итак, это была первая ситуация. Очень интересно услышать и прочитать ваше мнение ниже в комментариях. Как бы вы отреагировали на такого водителя, который просто на светофоре или во время движения уснул. Я, как бы, ни разу не водила машину, не понимаю, как там, что делать. Поэтому, если бы водитель уснул во время движения, я бы не знаю, что бы я делала. Я вам серьезно говорю. Произошла бы наверняка какая-то авария. Я очень надеюсь, что не серьезная. В общем, это была первая ситуация. Ну, а сейчас, ребятки, я хочу напомнить вам о том, что я существую в приложении ТикТок. Это суперское музыкальное приложение. И я хочу, чтобы вы поскорее помогли мне набрать эту прекраснейшую цифру. Целый один миллион подписчиков. Для меня это многое значит. Я снимаю туда огромное количество суперских клипов. Делюсь с вами многими новостями. И выкладываю самое главное, эксклюзивные видео, которые вы сможете увидеть только в приложении ТикТок. Никнейм вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. А также приложение ТикТок всегда знает, что тебе нравится, что нравится мне. Всегда подбирает все то, что интересно, то, что входит в мои интересы и подберет тебе. Я уверена, что если ты существуешь в этом приложении, то ты просто на каждый клип вот так вот залипаешь. Тебе очень интересно все листать. Креативные, смешные, необычные ролики, музыкальные клипы, на которые можно действительно залипнуть. Кстати, в ТикТоке существует очень много трендов, челленджей. И практически все песни, которые я сейчас слушаю, я нашла исключительно в этом приложении. Поэтому каждый, именно ты, обязательно должен скачать это приложение по ссылочке ниже в описании. А также хочу показать вам эксклюзивное видео, которое я сняла только в ТикТок. И покажу я вам его сейчас не полностью. Это мой целый день с мельчайшими деталями, которые я не выкладываю ни в одну социальную сеть. Смотрите. Хочу показать вам, чем я очень часто занимаюсь в течение целого дня. Например, снимаю видео, которые очень люблю монтировать. Кстати, посмотрите мой новый фон, он мне безумно нравится. А также я очень часто ем, и на сегодня это плов. Сейчас мы едем с мамой на шопинг. А еще мы затарились продуктами. Обожаю смотреть всякие разборки на Первом канале. Каждый вечер я веду ежедневник, а посмотрите, сколько дней уже прошло. Мне кажется, очень красиво. Совсем забыла показать свои покупки. А если хотите досмотреть это видео полностью, то переходите в ТикТок. И обязательно досматривайте это до конца, потому что там у вас будет возможность кое-что выиграть. А это супер-супер круто. В общем, я просто обожаю приложение ТикТок, и я уверена, что ты тоже, поэтому обязательно, если ты до сих пор его не скачивал, то скачай, подпишись на меня. И давайте, наконец-то, добьем эту цифру. Один миллион подписчиков. Досматривай это эксклюзивное видео, которое я для вас сняла. Что я кушала, чем я занималась, с кем я гуляла и так далее. Мне кажется, что это супер-круто, поэтому обязательно досматривай. А еще самое главное, скачав это приложение ТикТок по моей ссылке, то есть ниже в описании, можно выиграть одну из 30 карт Ассон с номиналом 4000 рублей. Так что обязательно подписывайтесь на меня в ТикТок, а также на официальный аккаунт ТикТок в России. А еще проверяйте почаще личные сообщения в ТикТоке, потому что именно там, именно через сообщения будут сконтактированы победители, а то есть получатели призов. Я лично просто обожаю приложение ТикТок. Это суперское приложение, поэтому качайте, следите за мной, и, наконец-то, давайте сделаем так, чтобы у меня стукнул один миллион подписчиков. Качай приложение по ссылке, тоже становись крутым ТикТокером. Следующая ситуация, о которой я хочу с вами поделиться, связанная с водителем, который чересчур резко, я не знаю, чует запахи там, я не знаю, какие-то ароматы. Все вы прекрасно знаете, что я обожаю духи, парфюм, и очень трепетно к этому подхожу. Каждому человеку подходит свой парфюм, и у меня их очень мало, но они безумно вкусные, приятные, офигенные. Я согласна, что у каждого человека свой вкус, и бывали эти ситуации, когда я чересчур много духарилась, но происходило это очень редко, и, в общем, один раз я вызвала такси, не помню, куда я собиралась ехать, происходила эта ситуация где-то, ну, месяца два назад со мной. Я всегда, когда выхожу из дома, у меня уже привычка как бы пшикнуть раза два, и все, и уйти. Если я, конечно, не иду в спортзал там или еще куда-то, в такие места я вообще не духарюсь, потому что если человек вдруг начинает потеть, или он занимается спортом, от него пахнет, ну, раз в десять сильнее этим парфюмом. Кстати, имейте в виду. Бывало такое, что я занимаюсь в зале, и рядом со мной проходит мужик, который сильно потный, и он перед этим духарился, и от него пасет этими духами просто на весь зал, и это очень противно. Бывало такое, что меня даже начинало тошнить. Так вот, сажусь я к этому водителю, и прекрасно, да, не сильно, обратите внимание, не сильно надухарилась, раза два пшикнула, и я понимаю, что водитель на меня начинает коситься, типа вот так, такими грубыми глазами, он еще был такой полный, еле помещался в машину, и я понимаю, что резко, как только я села в машину, он открывает окно, как бы время года зима, да, на улице холодно, и я только выздоровевшая, мне нельзя болеть, и у меня ослаблен иммунитет, и я просто понимаю, что он открыл окно. Я говорю, молодой человек, если вы хотите покурить, вы можете выйти, я вас подожду, ничего страшного к курению, как бы у таксистов я отношусь нормально, все люди курят, естественно, не я, но многие, и это нормально, я переношу запах сигарет, но сама никогда этим не занималась, иметь в виду, что курение вредно, там безопасность тоже должна всегда присутствовать, в общем, водитель на меня косится, и не отвечает ничего на мою просьбу, о том, что я ему сказала, ну, можете идти покурить, он просто закрывает окно, типа, окей, ты мне сделала одолжение, можешь продолжать сидеть в машине, окей, так уж и быть, знаете, его взгляд как раз-таки об этом и говорил, окей, я надела наушники, и сижу спокойно в телефоне, листаю инстаграм, и мы поехали дальше, во-первых, он поехал не в ту сторону, когда выезжаешь из моего дома, нужно ехать конкретно по одной стороне, это одностороннее движение, обратно никак не поехать, и он поехал туда, где как раз-таки машины едут напротив, как бы навстречку, я говорю, нет-нет-нет, туда не нужно ехать, поворачивайтесь, и как бы эта ситуация тоже со мной произошла впервые, я такая, чего, если бы я не сказала, то тоже могла, может быть, какая-то авария произойти, там, я не знаю, или он бы просто не вывернул, и мы едем, 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 и тут он поворачивается ко мне, я в наушниках, и вот так вот мне машет, типа, с ними наушники, я тебе кое-что скажу, я говорю, да-да-да, что случилось, он такой, девушка от вас очень сильно воняет, я вот так смотрю на него, думаю, так, воняет духами, потом, или я как-то голубу не тем шампунем помыла, я извиняюсь, у меня просто в голове до хера мысли, я думаю, боже мой, чем я не угодила водителю, он говорит, какие у вас духи, я говорю, извините, а какая разница, вам не нравится, типа, сильно пахнет, что случилось, можете как-то воспользоваться кондиционером, который ближе к вам, чтобы вам сильно не воняло, но все клиенты бывают разные, я клянусь вам, ребят, я сильно не духарилась, и тут он говорит, нет, я просто открою окно, потому что от вас ужасно пасет духами, я такая, боже мой, ну как бы спасибо, естественно, за комплиментик, но я сама разберусь, как мне духариться, и можно было немножечко потерпеть, потому что два часа, не час, а оставалось ехать, ну минут 10 максимум, и тут он говорит, извините, я типа не буду этим пользоваться, у вас духи манталь, я такая, ну как бы да, я думаю, ничего себе, водитель угадал мои духи, он такой, я ненавижу манталь, просто все это не переношу, поэтому давайте я еще с вашей стороны и открою окно, потому что от вас безумно воняет, я раньше работал парфюмером, и мне кажется, как-то по-другому работа это называется, но он сказал конкретно парфюмером, такой говорит мне, я в духах нормальненько так разбираюсь, вы, эти духи вам типа не подходят, и они очень сильно воняют, в такси больше так не духаритесь, я просто сижу, я понимаю, что спорить с ним не вариант, он огромный, он злой, мало ли что он со мной сделает, и как бы мне пришлось ехать всю дорогу с открытым окном, я просто пересела в ту сторону, где окно не открыто, и эта ситуация мне тоже показалась максимально неадекватной, потому что водитель, как бы не воняло от его клиента, он должен терпеть духами, потом, я не знаю, там шампунем, грязной одеждой, чем угодно, все люди разные, и от каждого человека по-своему пахнет, я не говорю, что противно, но все равно это неправильно, так обращать на это внимание, я очень долго не могла выбросить эту ситуацию из своей головы, надеюсь, что я хоть чуть-чуть о ней позабуду, поделившись ею с вами, но мне кажется, что это самый настоящий трэш, когда водитель так напрямую имеет право говорить тебе о том, что от тебя неприятно пахнет, да пофиг, даже если я на себя целый флакон вылила, это все равно неправильно, а как считаете вы, обязательно напишите ниже в комментариях. Ну и следующая последняя история, потом я приступлю к вашим историям, которые вы мне писали, и они связаны тоже с абсурдными ситуациями, с неадекватными таксистами. Моя история коротенькая, но она достаточно насыщенная, и я думаю, что это неадекватно. В общем, водитель, видимо, не шарил в социальных сетях, в ТикТоке, там, да, например, еще где-то, и я помню, как я еду в машине, не помню тоже куда, по-моему, в парк Горького или там еще куда-то встретиться со своей подругой, и просто снимаю ТикТок, типа, да, вот наша встреча, типа, до, после, там, знаете, просто музыкальная, такая веселая штука, и я знаю, что вы любите в ТикТоке смотреть подобные штучки от меня, и просто еду, снимаю, потом закончила, закинула в черновик, начинаю снимать в Инстаграм-сторис, да, там что-то говорить, и я понимаю, что через стекло на меня вот так вот пялится водитель, то ли он улыбается, то ли он, я не знаю, захотел поржать надо мной, я просто снимаю, да, вроде бы все нормально, как обыкновенный блогер, так как мне нравится это дело, я не обращаю на тех, кто смотрит или наблюдает за тем, как я снимаю, я никогда на это не отвлекаюсь, хотя раньше, да, я стеснялась перед кем-то снимать, что-то говорить, и я помню, как водитель просто останавливается, поворачивается ко мне, и таким тупым лицом на меня смотрит, я смотрю на него, он смотрит на меня, естественно, у меня превралась история, я ее так и не записала, что это вы делаете с таким серьезным лицом, я говорю, ну, я блогер, снимаю то, что мне нравится, он смотрит на меня и говорит, а куда это выходит, я говорю, что выходит, он такой, ну, ты куда это потом заливаешь, я говорю, ну, в инстаграм, в тикток, он такой, а как скачать эти приложения, я думаю, понятно все, хорошо, я говорю, нет, существуют блогеры, которым нравится снимать, я это снимаю для себя, так что не обращайте внимания, вау, а ты можешь меня научить, то есть, знаете, такой навеселее водитель, и было понятно, что он не пользовался никогда всякими этими приложениями, я тогда так себя неловко почувствовала, он меня поставил в такое неловкое положение, когда задал мне этот вопрос, а как, а что, а зачем, а для чего ты это делаешь, и я просто сижу, и я думаю, боже мой, что мне делать, окей, ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы отреагировали на такие глупые вопросы от водителя, может быть, да, действительно, он не знал, там, что, как, зачем это делается, но когда он повернулся, остановил машину, и таким каменным лицом начал задавать мне эти вопросы, я действительно напугалась, и так, ну а сейчас я хочу приступить к нескольким историям, которые писали мне вы, и они тоже абсурдны, и мои три истории, которые я с вами поделилась, это самый настоящий трэш, я согласна с вами, можете даже не писать то, что это трэш, это трэш, это и так трэш, это всем понятно, одна история от моей подписчицы Варе, и она говорила, что она как-то решила доехать до своей мамы, она ей вызвала такси, она сама не могла отслеживать, сколько ей оставалось ехать, и она села прям в самый центр, знаете, вот сиденье, вот сиденье, она сидит в центре, вот прям сзади и в центре, чтобы можно было смотреть в окошко, и так далее, и очень часто у водителей вот так вот стоит навигатор, где они могут с кем-то параллельно переписываться, общаться, я, кстати, тоже вот этого не понимаю, я считаю, что это максимально неправильно, когда водитель отвлекается от навигатора, от еще чего-то, от дороги, и просто сидит, переписывается с кем-то, так вот эта девочка едет, и от любопытства смотрит, с кем там переписывается водитель, чем он занимается, он отвлекался на дорогу, он очень часто пропускал какие-то повороты, но девочка как-то была не сильно общительная, побоялась ему об этом сказать, мало ли какой водитель попадется, так вот, этому водителю резко позвонила какая-то женщина по видеосвязи, и этот водитель не подумал, или же даже забыл о том, что он везет клиента, он нажимает ответить, и там лежит вот такая баба, с голыми сиськами, и вот так вот машет ему, и водитель что делает первым делом, он просто сбрасывает трубку, и поворачивается на эту девочку, девочка естественно отвела взгляд, она напугалась, Варя просто была в шоке, да, она едет, и понимает, что какая-то баба ему позвонила, и показывает свои голые титьки, это максимально тупо, но со мной тоже происходила подобная ситуация, я о ней расскажу вам в своем инстаграме, была у меня подобная ситуация, но если я ее расскажу тут, то это видео вполне себе могут заблокировать, в общем, девочка тогда знатно охерела, просто не охерела, а прихерела, потому что она хотела доехать до мамы, наконец-то, а тут она посмотрела и чужие сиськи, поняла, что водитель какой-то неадекватный, раз он все-таки понимал, что эта девушка, которая ему набрала, сможет такое сделать, и он взял трубку, в то время как вез своего клиента, это просто самый настоящий трэш, тоже напишите ваше мнение ниже в комментариях, насчет этой истории, и я поделюсь с вами последней на сегодня, так вот, следующая история тоже от моей подписчицы, и ее звали Катя, я знатно так офигела, когда прочитала эту историю, в общем, девочка ехала со своей мамой в такси, и они хотели доехать то ли до какого-то театра, то ли до кинотеатра, и им оставалось ехать где-то минут 15, и девочка посмотрела на водителя через вот это вот лобовое, или не лобовое, не лобовое, какое-то стекло, которое вот впереди машины, и всегда везде есть, и в общем водитель через это стекло на нее смотрел, подмигивал, улыбался ей, вот так вот махал, а мама в это время этой девочки просто сидела в телефоне, а девочке было интересно, она не могла просто убрать взгляд, и ехать молча, она смотрела на него, улыбалась ему, типа, что за дурак, может быть водитель какой-то веселый, интересный, а на самом деле нет, он просто и подмигивал, улыбался ее, это немножечко уже начало настораживать, и в итоге под самый конец поездки, он ей выдал, значит, ее маме, слушайте, а сколько вам лет, он задал вопрос девочке, и она такая говорит, ну, мне как бы 15, он такой, ой, ну вы сильно маленькая для меня, просто почему я вам всю поездку улыбался, вы сильно похожи на мою бывшую девушку, если вы не против, то ладно, все-таки может быть мы на днях увидимся, и мама девочки сидит, убирает телефон, такой, мужчина, с вами все нормально, как бы это педофилизм, это неадекватно, и девочка в то время просто начинает угорать, она не подошла к этой ситуации всерьез, она подумала, то ли водитель пошутил, но мне, ребят, кажется, что он действительно, типа, сказал ей, да серьезно, без каких-либо шуток, и я реально офигела, потому что, такие водители мне тоже попадались, которые пытались подкатить, которые поворачивались ко мне, и спрашивали номер телефона, которые делали мне комплименты, или когда я подключалась к блютусу, то есть включала музыку с помощью этой машины, и она играла в колонках у этой машины, водители говорили, ой, слушайте, не включайте резких песен, вы, правда, очень потрясающая, красивая девушка, но слушайте сильно быструю музыку, и я смогу как-то разогнаться, и неправильно поехать на машине, и мы потом попадем в аварию, в общем, было дохерище ситуаций, за которые мне стыдно, и стыдно за ситуации, которые вы мне писали конкретнее, за водителей, потому что многие вели себя совершенно неправильно, но в этой ситуации я от Кати, точнее Кати, я уверена, просто в шоке, когда водитель ей сказал о том, что она похожа на его бывшую девушку, хорошо, что хоть не на бывшую жену, это было бы уже как-то покриминальнее, поужаснее, в общем, ребята, это были все истории, я надеюсь, что видео получилось не сильно долго, и хочу вам сказать огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, а для тех, кто все-таки досмотрел реально это видео до конца, вот вам эмоции, кидайте мне его в директ в инстаграме, и если вы его скинете, победители могут получить сиг на видео приветики, я подписываюсь на ваши аккаунты, и многое-многое другое, так что имейте в виду, что теперь я буду делать так, поэтому обязательно каждое видео досматривайте до конца, участвуйте во всех этих штучках, дручках, подписывайтесь на мой инстаграм, кидайте мне именно это эмоции, есть вероятность того, что я сделаю вам сигну, видео приветик, мы будем с вами общаться, в общем, люблю вас, пишите ваше мнение насчет каждой истории ниже в комментариях, делитесь вашими историями, потому что, возможно, они попадут в мое новое видео, если вы хотите еще одну часть, давайте наберем под этим роликом 50 тысяч лайков, я знаю, какие вы у меня активные ребята, поэтому я вас люблю, с вами прощаюсь на сегодня, до скорых встреч, пока-пока, не забудь подписаться на мой канал, пока-пока.